Рассмотрим задачу кэширования вывода данных HTML с использованием класса C-PageCache на примере компонента, обращающегося к внешнему сервису для получения данных XML и их вывода. Для примера воспользуемся сервисом Яндекс.Погода. Можно выбрать город, для которого будет показываться погода. Например, выберем Челябинск с ID 28642. Для получения XML будем обращаться по следующему адресу. Посмотрим, какие данные нам могут понадобиться. Для примера воспользуемся параметры из раздела Fact, отражающего состояние на сегодня. Temperature – температура. Weather type – описание погоды. И Image – ID изображения в системе. Теперь создадим простой компонент без шаблона и в параметрах укажем только время кэширования. Итак, компонент создан. Теперь получим XML в логике компонента, используя simple.xml. Метод simple.xml.loadFile. Создадим переменные ID города, адресы XML и передадим его в метод. Продолжение следует... 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 Далее получим необходимые параметры Temperature, Image Code, Weather Type для вывода. Далее получим необходимые параметры. Далее получим необходимые параметры. Далее получим температуру и изображение погоды, лежащего по адресу, куда мы передаем ID изображения. В Alt и Title передаем тип погоды. Теперь создадим тестовый файл, в котором разместим компонент. В настройках пока только каширование. Видим результат. Включим режим отладки и обратим внимание на время работы компонента. В данном случае компонент не обращается к базе данных для того, чтобы получить данные. Он использует внешний сервис. Кашировать полученные переменные в рамках этой задачи не имеет смысла. Можно кашировать непосредственный вывод. При необходимости кашировать только вывод данных HTML можно воспользоваться методами класса CPHCache. Доступны следующие методы класса, практически аналогичные методам класса CPHPCache. InitDataCache, функция инициализации каширования, возвращает false в случае отсутствия актуального кэша и true в обратном случае. StartDataCache, предназначенный для вывода содержимого кэша или начала буферизации данных, для последующего сохранения файл в случае отсутствия актуального кэша. Возвращает false в случае отсутствия актуального файла кэша и true в обратном случае. Имеет аналогичные параметры, что и метод InitDataCache. EndDataCache, завершение буферизации и сохранение файла кэша на диск. Output, вывод содержимого файла кэша в случае, если тот существует и был вызван в методах InitDataCache или StartDataCache. А также другие методы. Воспользуемся методами StartDataCache и EndDataCache класса CPHCache. Для метода StartDataCache достаточно определить три параметра. Период каширования, идентификатор кэша и директория хранения. Создадим объект cPageCache. Переменную времени кэширования со значением из параметра компонента кэш. А также любой идентификатор кэша. Так как результат работы компонента зависит только от внешнего сервиса. Также директорию кэширования определим как WeaverCache. Добавим проверку на старт буферизации метод StartDataCache с использованием ранее определенных параметров. А также завершение буферизации и сохранение данных в файл с помощью метода EndDataCache. Передаем переменную время кэширования. Идентификатор кэша и директорию кэша. Завершение буферизации метод EndDataCache. Теперь перенесем запрос на получение данных и вывод внутрь буферизации. Сохраним. Обновим страницу. Посмотрим, время работы компонента изменилось. И появилась информация по объему кэша. Очевидно, что данные берутся из кэша. Откроем директорию кэша и файл. WeatherCache. Файл HTML. Видим, что он хранит HTML результат работы компонента. Файл HTML. Ранее Dawood.